А все-таки есть что-то прекрасное в вечернем эфире в пятницу? Ну, особенно в такую погоду, которая у нас сегодня, когда даже выходить на улицу не хочется. Ты предлагаешь остаться на студии, студии больше, чем на полтора часа. А почему бы нет? Даешь марафон, действительно. В выходные дни Алексей Марин, который у нас за режиссерским пультом, по традиции, я думаю, одобрит эту идею, останется с нами. Хотя нет, у него завтра очень важное мероприятие. Послезавтра, о котором мы вам, кстати, тоже расскажем. Итак, сегодня три в квадрате. Это Петр Булычев. Здравствуйте. Макс Жравин. Всем привет. Меня зовут Александра Козлова. Поехали, что называется. 45-09-45 это номер для ваших звонков. 8-900-21-045-1045 это номер для ваших смс-сообщений. И сегодня начнем мы с обсуждения формы одежды. Причем даже не в нашем государстве. Даже не в нашей студии. И даже не в нашей студии, где почти все в черном. Кстати, подсмотреть за нами вы тоже можете. На сайте bigradio.ru доступна трансляция. И также она идет на стенке в нашем сообществе ВКонтакте. Можете посмотреть, как мы тут красиво выглядим сегодня. Восседаем. Как никогда. Восседаем, да. Итак, президент Таджикистана запретил обычаи Итгардак и чужую одежду. Чужая одежда в данном случае взята в кавычки. Сообщает нам об этом местное издание. Говорит о том, что был принят закон на фоне сообщений о штрафах в Таджикистане за ношение хиджаба и требование к женщине носить его как платок. Несоблюдение закона повлечет за собой штраф. Однако в самом законе не уточняется, какая именно одежда считается чуждой. Попавший же под запрет Итгардак. Это обычаи, связанные с Курбан-Байрамом, Юраза-Байрамом и праздником Навруз. Курс — это когда дети одеваются в красивую одежду, обходят дом с большими сумками, поворачивая различные угощения, калятки такие своеобразные. Хэллоуин. Представляете, в России президент Путин запретил, допустим, калядовать. Да. Пресс-служба таджикского президента уточняет, что законы были приняты с целью защитить исконные ценности национальной культуры, предотвращая суеверия и предрассудки, а также излишеств и расточительства в проведении праздников. Советское государство, что ли, хотят сделать? Такая интересная история. На самом деле, оказывается, обсуждалось это уже давно. И более того, в Таджикистане прям какая-то такая не очень хорошая история с хиджабами, потому что я сегодня погрузилась в том числе в местные СМИ, которые доступны на русском языке, и обнаружила массу жала под женщин, которых прямо на улице в хиджабе останавливали и требовали снять хиджаб и повязать его как платок. И этого в последнее время было очень много. И как раз, когда люди обсуждали вот эту всю историю, было ощущение, что наоборот, будет некая уступка, которая позволит женщинам покрытым носить хиджаб. Но, однако, нет закон об упорядочении торжеств обрядов в республике Таджикистан. И дополнительно вот этот вот закон, который запрещает детям колядки, он ни много ни мало называется законом об ответственности за обучение и воспитание ребенка. Они приняты в новой редакции и как раз подразумевают вот эту вот историю с запретом на конкретно хиджабы и запретом на вот эту традицию. Отдельно уделяется следующий момент. Подражание чужой культуре в одежде, то есть ношение чуждой одежды под названием сатр или хиджаб является еще одной актуальной проблемой для нашего общества. Отчуждение этикета, ритуалов одежды, культурное отчуждение, которое подрывает независимость мысли, национальную и культурную самобытность нации, сказал глава государства и подчеркнул, что таджикская национальная одежда получила мировое признание, в том числе со стороны ЮНЕСКО. Вы знаете, у меня есть версия, объясняющая принятие такого закона. Давайте, это прямо интересно. Но сначала скажите мне честно, я вот запутался, уже пытался, почитал и забыл тут же. Чем отличаются хиджаб, никаб и бурка? Степенью закрытости, насколько я понимаю. Какая из них самая такая невидимая? Самая открытая, вы имеете в виду, или наоборот самая закрытая? Нет, самая закрытая. По-моему, самая закрытая не КАП. Но я прямо сейчас посмотрю, конечно. Ну, бог с ним. Мне кажется, что появление этого закона вызвано просто стремлением властей Таджикистана сохранить, собственно, свою власть. Ну, Таджикистан ограничит с Афганистаном. А какие веселые ребята там правят. Все мы знаем. Все мы знаем, совершенно верно. И то, что они стремятся распространить, как бы сказать-то, не скажешь, что я обычный. Мировоззрение и политическое устройство тоже на соседние государства. Это факт. Поэтому тот, кто носит хиджаб, значит, эта семья находится под влиянием радикального ислама в Афганистане. И светская власть Таджикистана, стремясь не допустить расширения этой оппозиционной для светской власти базы, вот вводит такой... Это маркер. Носишь, значит, радикал. Хорошо, а калядки, ну, в смысле, вот то, что мы... Вот по поводу калядок у меня нет ни одной мысли просто. Чтобы самых ранних лет вообще даже не приближались, видимо, каким-то... Слушайте, видимо, это традиция наоборот. У нее даже есть название. То есть она что, вот какая-то очень афганская? Но дело в том, что в Афганистане же живет очень много и таджиков, и узбеков. И они там живут столетия. Ну, как подчеркивают медиа, опять же, да, я открыла сайты. Для обеспечения безопасности детей и их воспитания были одобрены поправки, запрещающие детские гуляния. Традиции, когда дети во время мусульманских праздников и декурбон или аль-фитр ходят по домам и получают сладости от жителей. Ну, понимаете, безопасность детей. А что там, детей похищают? Культурная, я думаю, менталитет, чтобы как-то формировался в нужном направлении. Это восток. Там зачастую слова, которые, на наш взгляд, означают в сумме одно, на самом деле имеются в виду совсем другое. И, опять же, вы учитываете, что это же в переводе на русский язык. А как там на таджикском или на фарсе это сформулировано, я не в курсе. Равно как и вы. Это да, загадочное явление, что называется. Новость такая из разряда, знаете, что-то там случилось, но почему, мы точно не знаем. Да, новость из разряда, да, но плюс еще же совсем недавно и нашей страны это коснулось, когда в Госдуме обсуждалась история с запретами хиджаба. Поэтому с этой точки зрения интересно, не будет ли перенята практика. В том смысле, что почему эта новость появилась, так сказать, на русскоязычных порталах, тут все понятно, потому что сейчас так или иначе эта тема всплывает и в России. Есть страны, в которых запрещают носить хиджаб, штрафуют за это, останавливают на улицах. То есть, ну, как бы тренд, он какой-то есть, наверное, такой, да, чтобы от всего вот этого радикального исламизма, да, как-то сделать вид, что его нет. Закрыть глаза, визуальную составляющую убрать из этого. Я вам наброшу. Люди какой национальности теракт в Крокусе, из какой страны они были. То есть не исключено, что тут была и просьба какая-то. Ну, это я уж совсем в теорию заговора, конечно, уползаю. Но исключить полностью это нельзя. Я-то, кстати, разобралась в никабах, бурках, чедрах и хиджабах. Если интересно, могу... Чедра — это легкая вуаль, насколько я понимаю. Ошибочка, заблуждение. Никаб — это мусульманский женский головной убор, закрывающий волосы, лицо, шею, но с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из черной ткани. Паранжа или бурка — женская верхняя одежда, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами, закрывающие лицо волосяной сеткой чачван. Чедра — легкое женское покрывало белого, синего или черного цвета, надевается при выходе из дома, закрывает фигуру женщины с головы до ног. Лицо остается открытым, распространено в Иране и Афганистане. Ну и хиджаб — это любая одежда, покрывающая лицо, тело. По идее, никаб, паранжа и чедра — это все-таки разновидности хиджаба. Так что да, посмотрим... Вы запомните это на будущее? Слушайте, я не хочу это запоминать. Я вот как-то хочу, чтобы мне это не пригодилось, это разбирательство в видах этого формата одежды, потому что, опять же, я считаю, что если люди настолько обеспокоены соблюдением своих традиций, не нужно приезжать в страны, которые отличаются от... А вы не видели в Мурманске девушек откровенно с славянскими лицами, которые вот укутаны в эти платки, закрывающие все, кроме овала лица? Видела. Это насчет людей, которые насаждают здесь свои традиции. Ну да. Касательно той одежды, которая закрывает все лицо полностью и оставляет только узкую прорезь для глаз. У нас в России, насколько я помню, есть закон-незакон, может быть, в КАПе как-то прописано относительно различных массовых публичных мероприятий, где лица закрывать запрещено, например, вообще. Да. Так или иначе, я сам даже лично как-то... Кроме как росгвардейцем. Да. Я сам даже с этим лично как-то однажды сталкивался на эстафете Олимпийского огня и в холодную погоду просто немножко натянул себе платок, баф на нос, и мне полицейский достаточно грубой форме, надо признать, сделал замечание, что, в общем-то, надо лицо бы открыть. Вот. Мне кажется, что так или иначе это тоже регулирует, да, ношение той или иной одежды, которая вот имеет такой религиозный, религиозный путь. Максим, открой личико. Да, да, да. Ну и отдельно всё это совпало с историей, которая широко распространяется в социальных сетях. Это видео, которое из Владикавказа, и оно буквально со вчера до сегодня циркулирует по различным социальным сетям. Видео называется, ну, я назову его «Голопопый гость», но там буква другая. Так вот, во Владикавказе посетительницу выгнали из кофейни из-за очень коротких шортов. То есть прям реально видео, где девушка пытается зайти, и она говорит, я гость, я же могу зайти. А ей прям реально женщины постарше собрались вокруг неё целой кучкой и говорят, какой ты гость, голопопый ты гость. И там ещё была женщина такая суровая с чем-то из строительных материалов, какой-то палкой. Она начала эту девушку этой палкой тыкать и прогонять всячески. Барышня была возмущена, открыта она была, конечно, одета, открыта очень сильно, но сегодня появилось другое видео, которое назвали «Ответочкой голопопому гостю», где на каком-то детском центре, ну, какой-то центр активности детской, там дети прыгают, бегают, стоит женщина, как раз полностью укутанная в чёрное покрывало, и у неё прям узкая-узкая, по-моему, даже драпированная прорезь для глаз. И к ней подходит женщина славянской внешности и говорит, снимите это. Вы пугаете детей, мы вас боимся, вы должны это снять, потому что вы как бы в нашей стране. И вот столкновение двух культур, да, то есть голопопый гость во Владикавказе и женщина полностью покрытая, по-моему, в Москве. Вот у меня всегда это вызывало большой диссонанс и непонимание. То есть, с одной стороны, нам говорят, вы вот приезжаете там в Южные Республики, соблюдайте, пожалуйста, их там, ну, какие-то традиции, обычаи. Там у них даже могут висеть, ну, я вот в Южных Республиках наших не бывал, но я бывал, например, в Абхазии, не знаю, чем её считать. Ну, Владикавказ трудно считать Южной Республикой, она даже не мусульманская республика. Вот, то есть там у них могут на разных заведениях, магазинах прям висеть объявления, что, пожалуйста, уважайте нашу культуру, не заходите там в слишком коротких шортах, в слишком больших вырезах в майках, в купальниках, ну, понятное дело, да, то вообще лучше не соваться. Но в то же время есть же, опять же, у нас по Конституции, насколько я помню, светское государство, и есть определенные, ну, правила, там, относительно хулиганства, не хулиганства, что считать, да, то есть если ты голым придёшь, ну, в Бурманске придёшься голым, тебя, скорее всего, арестуют за хулиганство. В коротких шортах в Бурманске тебя арестовывать не будут. То есть есть какие-то, ну, незаконодательные, конечно, да, но есть вещи, которые не считаются нарушением, то есть, ну, почему я, приезжая куда-то, начинают действовать какие-то другие совершенно правила и законы, которые вот придуманы группой людей, которые заставляют их соблюдать или не соблюдать. Максим, подожди, а вот, а если ты в Бурманске придёшь в гости в семью нудистов, ты останешься в этой семье в гостях в одежде или всё-таки штаны с ними? Я с трудом себе представляю, что я пойду в гости к семью нудистов. Ну, мне сложно смоделировать. Понимаешь, если, мне кажется, ты немножко отскочил от данного конкретного Владикавказского случая. Осетия — это не мусульманская республика, вот, это Кавказская республика. И речь не о религиозных традициях, а о национальных традициях. Вот, и возьму, я не видел видео, о котором рассказывает Александра, вот, но вполне возможно, что эти женщины, в том числе и женщина с палкой, вот, что они просто этой барышне мясистой... Пётр сейчас просто смотрит на экран моего компьютера, где открыта история про голопопового гостя. Что они спасли как минимум жизнь, нет, как минимум честь, а то и жизнь. Понимаете, вот в таком виде, если бы она после кафе вечером бы вышла, вот, а подъехала бы какая-нибудь тонированная, сильно заниженная приора, и что бы с ней бы было? Так поехала бы кататься. Так вот, в том-то и дело, ну, то есть, понимаете, получается, что на территории отдельных регионов, да, у нас не работает закон. То есть там тебя могут, с тобой что-то нехорошее может случиться, просто потому что ты ходишь слишком, по их мнению, в коротких шортах. Я могу сказать, что с этой барышней в Урмаске могло что-то случиться. Не, в Урмаске как раз нет, потому что есть у нас также смело одевающиеся девушки. Просто если кто-то из наших радиослушателей не видел этот ролик, шорты — это весьма условное название, это, скорее всего, всё-таки уже... Джинсовые трусы. Трусы, да. И сверху такая же ещё история открытая. Поэтому, да, ну, есть что показать. Вот такая подборка получилась у нас, сложилась у нас в плане одежды. Давайте теперь перейдём к делам судебным. В Москве сегодня начался суд над генералами из Петербурга, упражняется в географии «Коммерсант». Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело в отношении генералов главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Сергея Умнова, Ивана Абакумова, Алексея Семёнова по делу о получении взяток. По данным газеты «Коммерсант», фигуранты вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. По данным следствия, генералы получили эти деньги от петербургских предпринимателей. Следствие считает, что эту коррупционную деятельность начал генерал Умнов, а потом привлёк к участию остальных сослуживцев. Занимались они размещением в Петербурге и Ленинградской области отделений ГИБДД по регистрации учёта автомобилей. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в некоммерческую организацию фотосодействия программы ГУВД. Тут нужно уточнить один момент. Они размещали эти самые отделения ГИБДД в зданиях, которые были, деликатно сказано, аффилированы с теми, кто объединяется в даче взятки. И на территории этих зданий же находились коммерческие организации, которые помогали в подготовке автомобилей к прохождению всех этих осмотров. То есть они за денежку, допустим, проверяли законность ВИН-номеров на двигателях автомобиля и так далее. То есть, понимаете, размещая эти самые отделения ГИБДД на территории этих коммерческих организаций, таким образом, приток клиентуры к тем, кто сдавал в аренду помещения для отделений ГИБДД, приток клиентуры резко увеличивался, потому что можно было в одном месте решить все проблемы. И поэтому они платили денежку в фонд помощи. Генерал это находится у нас в СИЗО. А четверо взяткодателей, обвиняемых в том, что они давали взятку, во-первых, никто, ни генералы, ни взяткодатели не признают своей вины, но взяткодатели находятся под подпиской о невыезде. Правда, говорят, что, не говорят, а пишут, что взяткодателей было больше, чем четверо, просто остальные отвалились в силу их деятельного раскаяния. Ну, есть такая формировка, она официальная совершенно. Вот они, видимо, какой-то ущерб возместили. В чем, правда, ущерб трудно понимать. А в чем обвиняют генералов? Их обвиняют в получении взяток. Так, на солидную сумму в 65 миллионов за 4, кажется, года или за 6, я не помню. За 6. Но, понимаете, они просто из этого фонда купили несколько автомобилей, в том числе на одном из них, самом дорогом, катался генерал Умнов. Но он катался по служебной надобности. Им оплачивались абонементы в фитнес-центры. Чтобы генералы были стройными и потянутыми. Вы как будто не видите никакой проблемы в происходящем. Ну, вы знаете, я увидел проблему... А борзыми щенками. Я увидел проблему в следующем. Аналогии, конечно, неуместны, но тем не менее, вот самопроизвольно в моем мозгу всплыла история с уголовным делом против управляющего делами главы Мурманской области. Помните несколько лет назад? Да, помню. Господина Бабенко. Совершенно верно. Значит, и вот, значит, господин Бабенко осуществлял наполнение финансами, в общем-то, такого же фонда содействия губернатору, из которого оплачивались подарки для... Сувениры, да. ...для приезжающих с инспекции чиновников из Москвы. А это не то же самое? Выглядит как будто бы так. Вот из этого милицейского фонда, кроме этих двух машин, абонементов, фитнес-центр и так далее, оплачивались, например, встречи генерала Умнова, ну, застолья, с проверяющими из Москвы, в результате которых этих встреч, он стал потом помощником министра внутренних дел. Так случилось. Так совпало. Я думаю, что для того, чтобы переварить эту информацию, нам нужно прослушать рекламу. С удовольствием. Кто-то садится, а кто-то выходит. Продолжая новости о делах около... Уголовной исполнительной системы. Около уголовных, да. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел из колонии. Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в сезон номер один города Кирова. Срок наказания назначен приговором истек, и сейчас он находится на свободе, сообщил адвокат. Сам Никита Белых подготовил письменное заявление, в котором подчеркнул, что здоровье и самочувствие у него в норме, однако в ближайшее время с прессой он общаться не намерен. Многое за 8 лет нашей стране изменилось. Последние два года был без телевидения, поэтому многое необходимо узнать. Вот его ждет, конечно, масса информации. Да, отмечается, что в переданном журналистам тексте также он подчеркнул, что приоритетом для него является семья, дети и работа. Никиту Белых задержали в июне 2016 года при получении взятки на сумму 400 тысяч евро в одном из московских ресторанов. Вслед за этим президент Владимир Путин освободил его от должности губернатора Кировской области, которой он занимался с 2008 года. В 2018 году был приговор 8 лет колонии строгого режима с учетом проведенного в СИЗО времени и штрафу более 48 миллионов рублей. Свою вину Никита Белых так и не признал. Иначе бы вышел раньше. Да, в 2021 году в отношении него было возбуждено новое уголовное дело о приглашении должностных полномочий, но суд оправдал его по этому обвинению. Вы не помните, он же, вот когда его избрали в 2008 году, он был прям такой вот иконой и витриной того, что неправда ваши злобные враги, у нас тут плюрализм, многопартийность. Из продвинутых был. Из продвинутых был. Какую партию он представлял? Я гуглю. В смысле, я смотрю, я ищу, какую партию он представлял. Союз правых сил он представлял. Вот видите, у нас Союз правых сил возглавлял целый регион Российской Федерации. И прям все было хорошо. Он у нас на телевидении, как у нас, на центральном телевидении, на государственных каналах регулярно присутствовал в качестве доказательства нашего плюрализма. Так более того, и... Что же потом случилось? Кандидатура-то была внесена Дмитрием Медведевым. То есть не из Бухты-Барахты, а именно Дмитрий Анатольевич в 2008 году сам внес его кандидатуру. И, как бы, почитайте, ну, 8 лет он был губернатором. Да, справедливости ради, у нас кандидатуры всех губернаторов вносятся кем-то, так сказать, из высших эшелонов власти. Поэтому это абсолютно ни о чем не говорили. Ну, не случайный человек, понимаешь, шел-шел и зашел не в ту дверь. Ну, так сколько у нас, постримали губернаторов? Ты неправильно формулируешь. У нас есть и самовыдвиженцы, и выдвиженцы от партии. Просто так получается? Случайно-случайно. Ну, такая вот история, что вот тот кандидат, которого предлагает президент, он почему-то обычно почти всегда выигрывает выборы. Ну, и отдельно также забавно, что когда вот эта история со взяткой также происходила в одном из московских ресторанов, человек, который передал меченые купюры, то есть была целая операция, да, то есть он обратился заранее, купюры пометили, внедрили их в непомеченные, и, значит, после того, как Белых был задержан, следственный комитет сообщил, что арестованный является единственным задержанным, у следствия нет претензий к лицам, передававших деньги губернатору. Ну, соответственно, потому что это все было красивой... Оперативной работой. Да, да, назовем это так. Контрольная закупка, кому как больше нравится. Да, ну и... Ну, в данном случае продажа, я не знаю, если давал взятку. В общем, интересно, займется ли он политика, я думаю, что, наверное, нет, я думаю, что желание отпало. Я допускаю, что в приговоре, может быть, там же бывают такие приговоры, Скорее всего, там запрет занимать должности. Запрет занимать должности какие-то. Например, в госуправлении такое тоже может быть в том числе. На какое-то время, да, ограничения. Вот, но ничто не мешает пойти в какой-нибудь бизнес, почему бы нет, я думаю, что он там тоже может в этом смысле... Но Александра спросила про политику. Да, меня интересует именно политическая история, тем более, что вину свою он отрицал прямо категорически, и даже там были голодовки в СИЗО, когда он был. Да, да, да. Так, а ты, нет, это, знаете, можно и за незастегнутую пуговицу. Ну, вообще, в целом, да, как показывает практика. Вы просто тут стали, да, рассуждая, что человек, ну, не залетный, и как бы назначен, да, самим Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ну, слушайте, у нас у Лукаева взяли со взяткой. А это, извините меня, еще более высокий уровень. И поэтому в этом смысле никак никого не оправдывает. И взяткодатель тоже никак не пострадал. Не пострадал. Какое интересное совпадение. Ну, в общем, интересные новости сегодня и в плане судебных разбирательств начала, да, генеральского суда, как его уже окрестили в СМИ, и выход Никиты Белых, которому сейчас прикован весь интерес, потому что, по сути, в отсутствие каких-либо людей, способных возглавить оппозицию несистемную, да, после того, как не стало Навального, после того, как не стало Немцова, вот как бы, как будто бы... Ну, Белых-то представлял системную оппозицию. Как будто бы, ну, это когда было? До отсидки. Как будто бы он видится теперь человеком, который мог бы вот возглавить несистемную. Ну, вот захочет или нет. Вот оно ему надо. Но в то же время про него же ведь не было и новостей-то, в общем-то, таких вот каких-то особых. И ему по большому счету, я думаю, сейчас, ну, старая команда вряд ли к нему подтянется, да, с кем он работал просто из страха, чтобы еще раз, да, не пойти на новый круг, а новый собрать, ну, наверное, будет непросто с таким багажом. Смотрите, УДО ведь не было? Нет. Он весь срок отсидел. Весь срок отсидел. Он там зачли ему часть в СИЗО, я так понимаю. Это по закону. Вот там день за полтора засчитывается. Просто срок-то ему был 8 лет, но отсидел он 6, фактически. Нет. Его в 16-м году арестовали. А посадили в 18-м. Нет, но вынося приговор в 18-м году, ему с учетом... Да, ему дали 8 лет, отсидел он фактически 6, да. Ну что ж, давайте перейдем... Нет, отсидел он 8, вот все равно. С 16-го года по 24-й. Давайте перейдем к музыкальной паузе. Давайте перейдем. Вот. У нас есть традиция, мы соревнуемся с Максимом по части музыкальных пауз. Я иногда тоже с вами соревнуюсь, вы просто не замечаете. Это не соревнование, я глубоко разделяю ваши... Я прохожу все конкурсы. Мы с вами не соревнуемся. Мы соревнуемся в методах, понимаете. Я стараюсь найти какой-то повод информационный, чтобы ту или иную песню поставить. А Максим, у меня такое впечатление складывается. Он просто хочет поставить какую-то песню, а потом под эту песню подводит ассоциативный ряд, такой длинный, долгий зачастую. Очень неожиданный в итоге итог получается. Временами заново. И поэтому, если исходить из принципа, есть ли повод, я бы сегодня предложил Алексею Марину поставить марш Мендельсона. Потому что повод явно напрашивается, он назревает просто. Но мы не будем так вот анонсировать. В лоб, да. Да, в лоб анонсировать грядущие события. Нет, мы используем настоящую новость. Вчера вокально-инструментальный ансамбль Queen заключил договор с компанией Sony Music и продал полностью свой каталог. То есть права на все свои песни, видеоклипы, постеры, на все, на все, про все. За 1 миллиард фунтов стерлингов. Если вам роднее доллары, то это миллиард 270 миллионов долларов. В рублях это просто очень много. Я сразу вот очень точно скажу. Сто с лишним миллиардов рублей, я думаю, это будет. Это с большим лишним. Здравствуйте. Так вот, правда, они не остались вот совсем без штанов. Договор оставляет за ними право на гонорары от концертной деятельности. А гонорары от концертной деятельности у них в последние годы составляют 50 миллионов долларов в год. Ну и кроме того, я вот подумал, какая хорошая прибавка к пенсии, да? Вообще восхитительно. Они глубоко все за 70 лет. И вот такое выходное пособие. Миллиард на, очевидно, троих. Ну, я думаю, там все равно, что на менеджеры, продюсеры, вот эта вся команда, которая обслуживает, тоже. Ну, налоги, вот с такой суммы-то тоже, я думаю, надо будет заплатить. Налоги тоже не факт, понимаете? Если они зарегистрировали сделку, допустим, на Багамах, а при этом трое оставшихся членов группы половину года проводят вне Соединенного Королевства. Не налоговые резиденты? Тогда не налоговые резиденты. А на Багамах, там же не только Пальмы и Океан, там еще и налоговый рай. Так что все может быть. Куда они потратить деньги, я не знаю. Я знаю точно совершенно одно. Это рекорд, во-первых. Потому что до этого рекорд принадлежал наследникам Майкла Джексона, которые продали половину, правда, его каталога за 600 миллионов долларов. То есть, если в расчете на одного человека, то рекорд не побит. Но на название вокально-инструментального ансамбля это рекорд. А второе, что я знаю совершенно точно, что самая известная песня этого Виа, это Багамская рапсория, которую мы и послушаем. Продолжаем мы говорить о новостях, касающихся уголовной истории. 45-09-45 это номер, по которому вы можете позвонить в прямой эфир. И 8-921-045-945 это номер, по которому вы можете написать в прямой эфир. И мы обязательно прочитаем ваше сообщение. Следующая новость, которая появилась сегодня на региональных лентах и вызвала в соцсетях обсуждение вопроса. Такой ли срок должен был получить человек, который был приговорен сегодня судом? В Мурманске вынесен приговор педофилу, который приговорен к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, сообщил Первомайский районный суд. Установлено, что в 2014 году мужчина несколько раз совершил действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки. При этом он фиксировал свои действия с помощью фотоаппарата, а снимки распространил в теневом сегменте интернета на сайте, специализирующемся на детской порнографии. Данные действия были выявлены в результате взаимодействия между Главным управлением уголовного розыска МВД России и Международной организацией уголовной полиции Интерпол. Полицейские иностранных государств в соответствующей базе Интерпола по общему признаку объединили целую серию, выявленную в сети, материалы сексуального насилия в отношении ребенка. Установив при этом не только возможность совершения преступления на территории России, но и также дальше в процессе установления было выяснено, что порнографию детскую размещал житель Мурманска. После этого сотрудниками полиции было получено физическое подтверждение идентификации личности ребенка, изображенной на указанных фотографиях, и также установлено лицо, которое совершило противоправные действия. Мужчины признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». И также три преступления – это использование совершения в изготовлении порнографических материалов или предметов, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Приговор в силу не ступил и может быть обжалован обвиняемым. Это стандартная формулировка. Если не углубляться в ужасность, содеянного нашим соотечественникам, одногорожанинам, односельчанинам, как его обозвать, в земляком, касательно того, что пишут в соцсетях, что мало дали, еще что-то, у нас всегда, когда происходит какое-нибудь ДТП смертельное, например, у нас виновника, или даже не смертельное, просто какой-то опасный маневр был сделан, у нас готовы, мне кажется, линчевать по поводу и без повода. Есть уголовный кодекс, есть статьи, где как-то квалифицируют, сколько человек должен получить, ну, 13 или 20 или 25 или пожизненное, но это же история такая. Это история такая, когда она идет касается каких-то других вещей. У меня глубокое убеждение, что все, что касается преступлений против половой неприкосновенности и здоровья жизни детей, ну, хорошо, действия сексуального характера, тем не менее. Вот все, что касается детей, оно должно быть наказано максимально строго. Даже если девочка, учитывая, что ей на момент совершения преступления было 4 года, она не сознавала, что с ней происходит, даже если, возможно, она не запомнила, что с ней происходит или ее память заблокировала травмирующие воспоминания, то, что это тиражировалось в сети, это всегда шанс, что это где-то всплывет, зачистить интернет невозможно. Да, но это же касается и взрослых. Это касается и взрослых. Но ребенок, он максимально беспомощный в этой ситуации, поэтому вот взрослый человек, который поднял руку на ребенка и который еще вот таким образом ребенка использовал, мне кажется, он не просто не должен там сидеть, там, ни 20, ни что-то, он, ну, не должен выходить потом на свободу. Я не верю, что такие люди перевоспитываются и как-то меняются. Слушай, ну вы сидели. В смысле? Ну вы в состоянии представить себе, что такое 13 лет? Так. За решеткой? Нет. Ведь жизнь его там будет... Не по головке гладить. Не сладкая. Не факт, что он вообще досидит эти 13 лет. А вы представляете себе, что может быть в голове у девочки, которая каким-то образом может это вспомнить? Но это уже случилось. Или это может быть потом сработает на ее психике в ее дальнейшей интимной жизни. Вы хотите, чтобы его на пяти углах на кол посадили? Нет, я хочу, чтобы он сидел до конца жизни. Ну, вполне возможно, что ваше желание и осуществится. Так, ну, 13 лет уже дали. А вы уверены, что он доживет до конца этих 13 лет? Ну, я не буду сожалеть о том, что так случилось, честно. Я тоже не буду сожалеть. Я тоже не буду сожалеть. Никто здравый человек не будет сожалеть. Ну вот по закону ему отмерили столько. Да, но то, о чем вы сейчас говорите, о том, что для людей с такой статьей, для них прям условия становятся максимально невыносимыми, это же тоже неправильно. Это тоже показывает слабость государственной правоохранительной судебной системы и силу неуставных отношений на зоне. И это тоже неправильно. Я считаю, что это неправильно. Если как бы вот он должен там сидеть до конца жизни, то пусть он как бы сидит, ну там, пусть он сидит без последствий для себя. Да, нет. И я не знаю. А если ему, допустим, 70? Надо было думать, что делает 70. Я не об этом. Я о том, что даже если его никто там пальцем не тронет, понимаете, но если ему 70, то ему дали 13. Да. И уж по УДО-то он точно не выйдет. Ну, это, кстати, не факт. Это, во-первых. Во-вторых, я вот несколько раз читала материалы, в наших, в том числе, СМИ, и видела не раз сюжеты об этом, о том, как во избежание неправомерных действий меняют, скрывают статью для уголовников, причем в основном для тех, кто сидит по сексуальным статьям, когда они прибывают на зону. Причем в этом участвует руководство учреждения, чтобы просто не вызвать беспорядки и насилие, которое им тоже не нужно на территории, и за которое им тоже, не дай бог, там с ним что-то закончится, он там раньше времени, им за это отчитываться и оправдываться. А иногда наоборот, иногда наоборот, даже когда, бывает, статью скрывают, и заключенный скрывает по возможности статью, по которой его посадили, нужные люди доносят в камеру, в которой будет сидеть заключенный, за что он именно сидит, и что там четко понимали, с кем они имеют дело. Да, просто я к тому, что, Петр, вот вы говорите там, а если ему 70, а если ему 20, а если вот он отсидит 13 лет, выйдет, а у него никуда его натура не денется, и он изнасилует или убьет. Ну, на этот случай, например, в ряде стран действует закон о химической кастрации педофилов. Которая тоже очень спорная. Понимаешь, вот мы просто зациклились на детях, и это вот говорит, так сказать, наше человеческое нутро, это всегда неприятно, обидно, гадко, мы хотим там, да, как говорится, возмездие, но ведь и любой другой человек, который убил и сел за убийство, он потом тоже может выйти и снова убить, и с его нутром тоже ничего не изменится. Потому что убийство может быть там бытовое, если мы не берем конкретно законченных маньяков, сексуальное преступление против детей – это деформация. Извините меня, мужчина, который хочет что-то сделать с четырехлетним ребенком, он ненормальный. И это абсолютно другая история. Любое убийство – это тоже деформация. У вас, вы кого-нибудь убивали в жизни? Ну, Петр, ну вы какими-то дурацкими вопросами ко мне сегодня. Ну, такие у меня сегодня вопросы. Ну, если да, хотелось, но как бы до дела не дошло. Хотелось, и даже попытки наверняка не предпринимали. Так? И я точно так же говорил, что в уху, в уху, да не в жизни никогда. Олег нам пишет, так сказать, комментируя, видимо, сообщение от Петра, что в некоторых странах действует химическая кастрация для таких людей. И вот Олег убежден, что, ну, либо убежден, либо он просто где-то это прочитал, что химическая кастрация не помогает, доказано. Кстати, я тоже об этом читала, что она действует не на всех, она не отработана, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, это доказанная история, и врачи об этом сами говорят, о том, что химическая кастрация убивает действия, но не убивает желания. Я на всякий случай еще раз проговорю, что здесь не идет речь об изнасиловании. Там действия сексуального характера, то есть, возможно, он просто ребенка фотографировал, например, обнаженным, или прикасался к нему, но я думаю, что скорее первое, чем второе. То есть здесь речь не идет о том, что человек пытался изнасиловать четырехлетнего ребенка. Я не оправдываю никого, но я считаю важным это конкретизировать по данному делу. Я вернусь к Сашинам словам, которые сказали, что, возможно, эта девочка сейчас, по прошествии 10 лет, может вспомнить то, что с ней было, и это, конечно, огромный травмирующий эффект. Особенно, когда об этом все СМИ написали. Но вы знаете, ежели взрослую женщину изнасиловали, то она уж точно этого не забудет и будет об этом помнить каждый день. А как это оправдывает человека? Нет, я о другом, о том, что хуже. Вот изнасилованная взрослая женщина, которая об этом помнит каждый день в своей жизни. А здесь нельзя сравнивать. Это и то, и другое, это чудовищное, отвратительное. Вот, и ребенок, который, может быть, и не помнит. О чем я сразу и сказал, что мы циклимся на детях, но ужасно это одинаково. Неважно в отношении, кого это произведено, это действие. Хорошо, давайте плавно перейдем к следующей новости, которая так или иначе продолжает эту тему. Да, член Совета при МВД Фторов рассказал о том, что жертвами сталкинга ежегодно становятся сотни россиян. Сталкинг, да, вошел в нашу жизнь. И в последнее время достаточно большое количество преступлений, попадающих в медиа, так или иначе, связаны с этой историей. Я поясню, если вдруг кому-то это необходимо. Сталкинг — это когда вас преследует по тем или иным причинам человек, причем преследует патологично, звонками, смс-сообщениями, в интернете есть формат сталкинга или лично физически. И это очень важно, потому что зачастую люди со сталкингом смешивают, когда просто кто-то за кем-то наблюдает в социальных сетях. То есть есть публичная страница, и кто-то на эту страничку периодически заходит и смотрит, что там с этой жизнью человека происходит. Ну, я бы сказал, что это начальный этап сталкинга. Да, ну, брось. Это профессиональные деятельные журналисты в некоторых случаях. Максим, у меня для тебя неприятная новость. Я этого не делал. Я журналист старой формации. Да. Ну что ж, о чем шла речь на заседании в Госдуме, где предложили ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни. Проблема сталкинга отмечена как одна из самых острых. Жертвам не дают покоя бывшие супруги, знакомые, иногда совсем случайные люди. Если пострадавшие зачастую не защищены, полиция зачастую реагирует сообщением «Обращайтесь, когда убьют», да, что называется. Мы подробнее остановимся на этой новости, но сначала прервемся на очень короткую рекламу на Большом радио. Я напомню, номер телефона для связи с нами – 450945. Обсуждаем сталкинг. Для ваших сообщений номер 8921 045 1045. Прежде чем мы начали обсуждать сталкинг, прошлись мы туда по теме сексуального взаимодействия с несовершеннолетними, незаконного. Насилия, избегаешь ты слова. Нам радиослушница Надежда наша пишет, делится своим тяжелым опытом, пишет, как человек, переживший сексуальное домогательство со стороны взрослого родственника, говорю вам, это не забывается и не блокируется памятью и влияет на всю последующую жизнь. Вот, к сожалению, да, и я думаю, что никакие психологи окончательно эту травму из души не вытравят. Переходим к истории со сталкингом. В нашей стране, к сожалению, только сейчас начинают смотреть на это как на явление, которое может повлечь за собой крайне серьезные последствия. И вот известия, которые мы изучаем на предмет материала, рассказывают историю 35-летней Надежды из Москвы, которую преследовал мужчина, мужчина, который не был ее ни родственником, ни бывшим мужем, ни бывшим молодым человеком, которые очень часто переходят в разряд сталкера, он был просто случайный прохожий, с которым она столкнулась на рынке. У нее были тяжелые сумки, он предложил донести их до машины, по дороге он рассказывал о семье, работе, пытался пригласить на свидание, уговаривал оставить номер. Она отказала и уехала. На следующий день мужчина сам нашел ее контакты, возможно, там по номеру машины или как-то. Он звонил около 20 раз, присылал цветы, караулил возле офиса, возле дома, и все продолжалось две недели. Вот это кажется очень сильно забавной историей, да, подумаешь, цветочки прислали. Совсем не кажется. На самом деле очень многие часто пишут в комментариях, что типа вот, там прислали цветы, поклонник, подумаешь. Но мужчина очень быстро перешел к угрозам, сказал, что знает, что она в разводе, что у нее есть бизнес, и начал намекать, что закроют фирму, если она не будет вступать с ними отношениями и там далее. Ситуация разрешилась после того, как она вышла, соответственно, на его контакты и позвонила ему матери, которая сообщила, что у сына проблемы с психикой и порекомендовала женщине ответить, что она вернулась к мужу. Собственно, после чего сталкер исчез из ее жизни, но это очень легкая история, которая хорошо закончилась. Почему мама посоветовала так сказать? Потому что у этого сталкера, оказывается, есть незыблемые принципы. Он не встречается с замужними женщинами. Милота. Официальной статистики жертв сталкинга нет. Правозащитники заявляют о сотнях случаев ежегодно. В одну социальную организацию может поступать до 30 обращений, уточняет член общественного совета при МВД Дмитрий Фторов. О таких учреждениях много, не говоря уже об интернет-сталкерах. По его словам, романтический интерес – один из главных мотивов, который иногда заканчивается трагедиями. Я напомню, что 7 июня была совершенно чудовищная новость. Погиб зампред общественного движения «Зов народа» Антон Яговцев. Его зарезали в подъезде одного из домов подмосковной Ломни. Нападавший не меньше восьми раз ударил его ножом, а потом нарисовал его кровью и сердечко на стенке подъезда. Он преследовал более полугода его супругу, уверяя ее, что она должна развести с мужем и быть с ним. Соответственно, и он, и его жена обращались в правоохранительные органы, обращались в полицию, никаких мер не было принято. В том числе в день убийства. В том числе в день убийства, когда и он обращался, говорил о том, что его преследует человек, и его соседка звонила, когда мужчина ломился к ней в дверь. Вот история вот такая, она тоже, к сожалению, имеет распространение. Вот есть такой финал, а может быть, вот такой финал. Да, и опять же, с начала года было несколько сообщений о том, как женщины были убиты, причем это дважды зарезаны были женщины, бывшими мужьями, которые считали, что они должны вернуться в семью. И на улице среди бела дня, то есть, как бы, вот просто совершались, как бы, чудовищные преступления. Я очень сильно надеюсь, что сталкинг не просто попал в зону внимания общественников, правоохранительных органов, но я надеюсь, что он будет как-то подведен под статьи Уголовного кодекса. Вот в том дело, что в апреле в Госдуме сообщили о том, что подготовили законопроект о наказании за преследование. Только вот беда в том, что это будет статья в КОАПе, в кодексе об административных правонарушениях. Там дикие совершенно наказания. Первый случай 2000 рублей штраф, второй случай 3000 рублей штраф. То, что эта статья должна быть криминализирована, вот у меня, например, не вызывает никаких сомнений. Потому что, поверьте, когда вот человека, особенно женщину, в течение двух недель постоянно прессуют этот вот случай, который закончился вроде бы совершенно хорошо, если так можно сказать. А то, что ей нанесена в любом случае психологическая травма, вот, это вроде как за рамками истории остается. Хи-ха-ха. Выжила и пусть благодарна. Да, ее даже не ударили ни разу. За что тут наказывать? Причем именно так зачастую реагирует правоохранительная. У нас, понимаете, к сожалению, в стране в целом нет вот этого вот, уж извините, не модное это, но тем не менее, нет западного ощущения ценности человека и его личного пространства, его мыслей, всего чего угодно. Вот нет этого «мой дом, моя крепость». Даже твое тело — это не твоя крепость. Да, и как вот говорят юристы, они пытаются подводить сталкинг под статью Уголовного кодекса, да, и рассматриваются, например, статья 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» для преступника также предусмотрено наказание в виде обязательных работ 480 часов или до двух лет принудительных. Также преследователю может грозить до полгода ареста или лишения свободы до двух лет. Я посмотрела в интернете какие-то новости, информационные поводы, когда человек попадал бы за сталкинг под вот такую статью. Информация просто отсутствует. Я думаю, что именно прецедентов создано так и не было. Потому что проблема-то в чем? Во-первых, тот, кто преследует, он должен совершить для начала что-то вот из перечня уголовно наказуемых деяний, да, там либо угроза убийством, либо там причинение какого-то вреда, либо вломился в жилище. Более того, ты должен доказать. Потом, второй этап, да, попробуй это докажи. То есть по звонку в полицию, за мной тут кто-то шел, никто не поедет к тебе, как практика показывает. Вроде бы должны, как будто бы, но никто этого делать, ну, по сути по всему, не собирается. Особенно при существующем некомплекте штата в наших органах внутренних дел. В общем, я очень надеюсь, что как бы это не административный кодекс, что это все-таки попадет в уголовный. И, кстати, еще одна статья, которую тоже пытаются запихнуть под сталкинг, которая еще менее применительна, это 137-я, незаконный сбор сведений о частной жизни и их распространении. И там тоже штрафы обязательной работы, ну, там, или два года тюрьмы. Но сталкинг как таковой под сбор сведений о частной жизни, он не попадает. Тут человек ничего не собирает, он просто преследует свою жертву с конкретной целью. Но, опять же, а как распознать сбор сведений о частной жизни? То есть это, ну, что это такое? Сбор сведений о частной жизни я гуглила. Это когда ты, например, ходишь за человеком или наблюдаешь за комнатой, ты снимаешь его на фото, на видео, и собираешь это у себя, и фиксируешь его распорядок дня, то есть куда он где ходит. То есть вот у тебя все это где-то собирается и фиксируется. Вот вы знаете, этим занимаются как пособники-киллеры, так и журналисты, расследователи. Ну, расследователи, да. Опять же, это часть журналистов. О чем я и говорил ранее. Да, поэтому для сталкинга, безусловно, статья должна быть отдельная, и она должна быть с жестоким наказанием. Кстати, помните эту... Какая вы довольница с жестоким наказанием? Хочу. Сегодня что-то все пожестилось. Я просто, знаете, про что сейчас вспомнила? Ведь барышню Маргариту Грачеву, да, кажется, которой муж отрубил руки, он же тоже изначально выступал в качестве сталкера, потому что она была в разводе с ним, когда он начал ее преследовать и предъявлять ей претензии по поводу того, что она встречается с другим мужчиной. Это тоже как бы вариант сталкинга, но который правоохранительными органами в бытовом плане расценивается как, ну, это же бывший муж, ну, вы же вот с ним уже как бы... А еще отдельная история, которая тоже вот мне попалась, когда я смотрела материалы по сталкингу, правоохранительные органы очень редко оказываются фиксировать заявление женщин об изнасиловании от бывших мужчин или от бывших женихов или молодых людей. Да, даже от нынешних. Да, потому что как бы вы были в отношениях, ну, вы же были в отношениях, вы же спали. Ну, тут история, по крайней мере, со стороны правоохранителя объясняется достаточно просто. Дело в том, что если расставание произошло не по-доброму... А клеветать очень легко. И не просто очень легко, таких случаев достаточно много. Когда заявление об изнасиловании является либо принуждением к заключению брака, либо просто мстей... А если нет? А вот как доказать? И вот сиди, товарищ следователь, и бейся, как рыба об лёд. Ну, я не знаю. Особенно, если заявительница об изнасиловании не пошла в течение двух недель на судмедэкспертизу. Ну, это да. То есть тут, кажется, вот твое слово и мое слово, да? Вроде бы и плохо, а тут вроде могли бы и оклеветать. Как доказать? Зарегистрируй и получи глухаря. Всех на полиграф, и дальше всех на медицинское свидетельство, и дальше виноватого по всей строгости, которой у нас нет. Ладно, перейдём к более лёгким новостям. От уголовных историй перейдём к религии. Я бы эту новость лёгкой не назвал. Две трети россиян поддерживают строительство новых православных храмов. Такие данные опубликовал в ЦИОМ, совершенно неожиданно. 63% россиян в той или иной степени поддерживают строительство православных храмов. В той или иной степени здесь отдельно забавно. В городах или сёлах, в которых проживают. Среди людей, отмечающих нехватку храмов, уровень поддержки достигает 93%. Среди православных верующих 78%. Одну минуточку. Теперь смотрите. Это настолько бездарно написанная информация, что у меня стали волосы дыбом. Я прочитал её раз в четыре. Я вижу, что выделил Пётр. И ты выделил то же самое. Значит, смотрите. Цитирую ещё раз. Среди россиян, отмечающих нехватку храмов, уровень поддержки достигает 93%. При этом только 8% опрошенных ощущают нехватку. Как из этой цифры можно вывести, что две трети россиян поддерживают строительство? А меня впечатлило другое. То есть 93% россиян отмечают нехватку храмов, а верующих 78%. То есть верующим, тем, которые православные достаточно. Нехватку отмечают только 8%. Последний абзац. Да, но мы до него ещё не дошли. Я читаю тот абзац. Короче, давайте не будем путать наших радиослушателей абзацами. 27 опрошенных при этом не поддерживают возведение новых православных храмов. В 2019 году, кстати, таких было 31%. Среди атеистов противников строительства больше половины, 57%. Уровень поддержки строительства новых храмов связан с чистотой посещения церкви, отмечают социологи, и это справедливо. Они выделили четыре группы прихожан. Завсегдатые, меня умилило название завсегдателя храма. Это те, кто посещают церковь раз в месяц и чаще, 24%. Регулярные посетители, которые ходят несколько раз в год, но реже, чем раз в месяц, 25%. Эпизодические, один-два раза в год, 24%. И очень редкие посетители, 25%, из которых как раз 8% бывают в храме реже одного раза в год. Соответственно, дальше, да, вот этот интересный вывод, который не коррелируется с предыдущим. В целом, 77% опрошенных считают, что в их населенном пункте достаточно храмов. 10% полагают, что их слишком много, и только 8% ощущают острую нехватку. Так вот, еще раз, смотрите, 8% ощущают острую нехватку, и из них, из этих 8, 93% считают, что надо строить еще. То есть, на самом деле, 5% опрошенных считают, что нужно строить еще. Тут просто новость действительно очень странно сконструирована. Есть две большие разницы между желанием и необходимостью строить новые храмы, и тем, хватает тебе их или нет. То есть, может быть, и хватает, но давайте все равно строить еще. Да, мне эта новость заинтересовала меня еще и тем, вот вы как считаете, в Мурманске достаточно храмов или нет? Более чем достаточно. А для чего достаточно? Да, вот опять же, как бы... Теперь другой вопрос, да, как часто вы туда ходите? Мне и нуля хватило бы. Ну, Мурманск, кстати, долгое время, да, был город без единой церкви. Как часто вы посещаете храмы? Ноль раз. Ты не ходишь. Петр? Я последний раз, не помню точно, по-моему, два года назад, кажется. Я всю службу отстоял. Молодец, достижение какое. Я хожу чаще. На больные ноги, поэтому мне отстоять службу. Да, а в православных храмах, да, приходится стоять. Это неудобные католические, где есть скамеечки. Но, тем не менее, вот, на мой взгляд, история должна соизмеряться не желанием прихожан, а именно заполняемостью еще храма на службу. Потому что, мне кажется, что... Нет, ну это не концертный зал, чтобы заполняемость. Слушайте, ну это действительно так. Потому что мне, я помню, какую-то пасхальную службу в храме спас на водах, когда люди стояли на улице. То есть они вытекли из храма, потому что не поместились. Это два раза в год. А чем вообще должна быть продиктована вот эта вот необходимость? Потому что я сразу, когда эту новость прочитал, мне такая мысль пришла храмольная, может быть, даже в чем-то в голову. Вот у нас есть сеть магазинов у дома, например. Очень удобно, что ты вышел, и вот он у тебя рядышком и близко. И мне кажется, что люди, которые говорят, что им храмов не хватает, им ни храмов не хватает. Им не хочется далеко ехать до храма, который есть. Возможно. Их хватает. Они способны в себя вместить все то количество людей, которым этот храм действительно нужен. Ну, просто ехать нужно через весь город. Вот был бы он поближе, было бы замечательно. Поэтому, конечно, мне не хватает. Что не коррелируется с догмами христианской религии. Я же еще обратила бы внимание на то, что это вот в Мурманске большинство, ну, что не большинство, все храмы новодельные относительно, да. А если мы возьмем среднюю полосу, где действительно очень много храмов, где действительно их большое количество, и они формируют там целые комплексы, вот их состояние вызывает большие опасения. И не лучше ли, если как бы вот эти данные в ЦОМовске будут потом использоваться там для каких-то стратегий строительных, не лучше ли обратиться к восстановлению всего того, что есть, что древнее, намоленное, да, как говорится. Потому что я, например... Имеет архитектурную цену. И историческую, кстати, очень часто. Я тут недавно была в славном городе Владимире, и я очень впечатлилась количеством храмов. Они очень красивые, они очень разные. Вот, ну, ни один новодел зачастую не впечатляет так, как старый старинный храм, с его там толстыми стенами, колокольнями, всем прочим. Но состояние вот большинства храмов вызывает прям уныние. И вот там, наверное, лучше направить усилия на восстановление того, что есть. Ну что ж, у нас еще есть для вас новости, но у нас есть для вас реклама на Большом Радио. К новостям кино предлагаю я перейти, тем более, что планы прям имперские, скажем так. Стало известно о второй экранизации войны и мира в России. Режиссер Сарик Андреасян сообщил у себя в Телеграм-канале, что планирует снять полнометражный фильм по роману Эпопеи «Война и мир». Что должен снимать режиссер после успеха Онегина, заявил создатель, собственно, Онегина. Конечно, «Войну и мир» — большое кино, соответствующее великой книге. Он назвал произведение Льва Толстого книгой, которая изменила мир, и добавил, что планирует приступить к работе над новым проектом уже в следующем году. Я бы все-таки сказал, что создатель Онегина — это Александр Сергеевич Пушкин. Ну, создатель этого Онегина, да. Если вы так же, как мы, как мы выяснили во время рекламы, его не смотрели, да, но, может быть, кстати, вы смотрели, пожалуйста, напишите нам или позвоните, расскажите, потому что нам интересно ваше мнение, потому что я еще только собираюсь. Но я заглянула в фильмографию и выяснила, что очень плодовитый, оказывается, режиссер. С 2009 года по нынешнее время он снял больше 50 фильмов. И только в 2024 году у него вышли «Онегин» и «Тень Чикатило», а в 2023 году вышло почти 6 фильмов. Мощно. Да. И в большинстве из них… Продуктивно. Он не только режиссер, но еще и сценарий и продюсер. Это Дарья Донцова? Вот от кино. От мира кино, да. Да, правда, если посмотреть на названия и сюжеты, то вот если не брать в этот список «На солнце вдоль рядов кукурузы», который тоже, оказывается, он снял, все остальное – это какие-то легкие комедийные фильмы. «Бедный олигарх», «Жизнь по вызову», «Ресторан по понятиям». То есть это реально Донцово, смотрите. Легкие. Да, да, да. Звучит как-то. «Любовь в нерабочей неделе», «Нагиев на карантине» телесериал. Да, девушки бывают разные. Прям реально как будто заголовки Донцова. «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». То есть определенная специфика прослеживается, и тут, пожалуйста, эти вам «Война и мир». Как вы думаете, на что это будет похоже? Вы знаете, я сначала встретил новость «Штыки» категорически. Правда, потом подумал, я же ни одного фильма, снятого с Аликом Андреасяном, не смотрел. Так возьмите домашнее задание на выходные. Поэтому нехорошо. Вот я боюсь, что я… Затянет? Нет, понимаете, с годами начинаешь ценить каждый прожитый день, потому что впереди их все меньше и меньше. Вот. И вот, ну, нет во мне сил посвятить 57 фильмов, да? 53. 53. Замечательно. Вот. Ну, хотя бы даже вот скромненько по два фильма в день. Это ж месяц моей жизни вот Андреасяну под хвост. Не готов я. С другой стороны, я вспомнил, как я в «Штыки» встретил последнюю экранизацию «Тихого дона». Так. Потому что я яростный просто поклонник «Тихого дона» как романа, я его каждые пять лет перечитываю. Вот, а впервые я его прочитал, по-моему, в 15. То есть можете посчитать, сколько раз я уже прочитал «Тихий дом». Но я и очень люблю фильм Сергея Герасимова «Трех середины». Обожаю, до сих пор смотрю, когда нападаю на него, ну, на эфирных каналах, смотрю от и до с восторгом. Вот. Конечно, вот ту экранизацию, которую начал Бондарчук-старший, продолжил Бондарчук-пладший, с британским актером в роли Григория Мерехова. Мы чувствуем. Который с наслаждением целовал в губы своего брата Петра, ну, не он, а его персонаж. Прямо, я бы сказал, впившись. Ну, и француженка в роли Анисии. Ну, то есть эта экранизация, она как бы за кадром. Но я первый раз, когда смотрел последнюю экранизацию «Тихого дона», я бурно реагировал на Ткачука в качестве Григория Мерехова. Вот, мне все мерещилось, что он не отошел от роли Мишки Япончика. И когда Григорий Мерехов говорит с одесским акцентом, это нехорошо. Вот, и Аксинья мне не нравилась, вот, и дочь режиссера в качестве Натальи тоже мне, ну, все мне не нравилось, за исключением, разве что, Маковецкого в роли Патиле Прокофьевича. Вот там прям было вот супер. Но потом я как-то по кусочкам еще раз посмотрел. И вот буквально в течение последнего месяца на одном из телеканалов, а целый день его показываю, я как залег с утра, так и до глубокой ночи вот посмотрел все, сколько там, 12 или 14 серий. И уже не так отвратительно. И вы знаете, совсем не так отвратительно. И я согласен, что, ну, конечно, исполнительница роли Аксиньи, ну, никак не похожа на Быстрицкую. Вот, и, конечно, ну, с другой стороны, Глебов прекрасен, но он, ну, не как вот 18-летнего парня, ему играть было. То есть от силы искусства ты забываешь, что это не 18-летний, но, в общем, в итоге оказалось, что и Ткачук хорошо играет. Так, может, вы начнете все-таки смотреть, Андреа Сеанна? Я вот поэтому и говорю, что, может быть, вот дождаться, когда он снимет войну и мир? Я вот вроде бы молодой еще пока, да, но внутри иногда себя все-таки каким-то таким дедушкой воршивым-то чувствую. Почему иногда? Иногда. Очень приятно, да. Петр, пожалуй, мне мою старческую руку. Я к чему? Всякий раз, когда снимаю что-то новое почему-то старому, те, кто смотрели и любили старое, начинают ворчать на что-то новое. Говорят, что вот раньше было круто, а сейчас все очень плохо. И я не знаком с творчеством Сарика Андреа Сеана. Да никто из нас не знаком. Я знаю, что часто, иногда снимают новые, так сказать, переосмысления, реинкарнации. А, кстати, ирония судьбы, это тоже он, по-моему. Замечательно. Реинкарнация. Часто так получается, что вот эти всякие реинкарнации, они плохие. Но также бывает периодически, что эти реинкарнации, они хорошие, они снимаются с новыми взглядами вообще на то, как делать фильмы, на то, как строить композицию. Там появляются новые технологии, новые актеры, новые подходы к тому, как выворачивать сюжет. Вспомним «Мастера Маргариту», которую, ну, наверное, каждый, ну, не второй, так, третий точно, наверное, захейтил, то бишь, она ему не понравилась. Сначала хейтили 9 из 10. А я в восторге от него. Я тоже в восторге. Я просто в восторге. И я знаю, что у меня там половина знакомых говорили и продолжают говорить, что вот сериал, который выходил в двухтысячный, да, вот он как бы лучше, чем, например, чем... Я уже три раза в кино посмотрела. И поэтому, и в этом смысле, я вот, как говорится, дорогу всему новому. Будет плохо, значит, будет плохо. Ну, а вдруг будет хорошо? А вдруг будет хорошо? А я хочу извиниться перед господином Андреасяном. Не ирония судьбы, служебный роман. Вот что он переснял. Служебный роман «Наше время» вышел у него. То есть опыт ремейков у него есть. Да, 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 безусловно. Конечно, вот, как и в случае с Тихим Доном, первый снимает Герасимов Великий, и первая экранизация в Советском Союзе, это не менее великий... Господи, что ж такое со старческой памятью-то? Ну, кто снимал первую экранизацию? Кто «Оскара» получил? Мы вам тут не поможем. Бондарчук. Бондарчук старший. Действительно. Ну, «Оскар» — это, знаете ли, признание. Признание, да. И в детстве, в юношестве я смотрел этот фильм. Бондарчук умел масштабные полотна снимать. Это было очень недешево, это было с привлечением сил Московского военного округа для массовки и так далее. Есть ли у продюсера Андреа Сяна возможности по привлечению и таких денег, и массовых этих сцен? Сейчас у нас фонд кино есть для этих целей. Ну, знаете, сейчас у нас военные заняты несколько более серьезными делами, чем ремейк «Бородина», без которого снять «Войну и мир», по-моему, просто невозможно. В общем, я допускаю, что это просто эпатажное заявление. Не-не-не-не-не, я думаю, что он все-таки возьмется, потому что он уже заявил, и более того, он как бы сказал, что вот прямо уже начинают они эту историю. Поэтому, я думаю, что ничто не спасет нас от второй экранизации «Войны и мир». Ну, есть много иностранных экранизаций, над которыми мы угорали, и «Войны и мир», и Анны Карениной. Так что будет с чем сравнивать. Да, я думаю, что мы еще немножко успеем рассказать вам еще что-то из новостной повестки. И, пожалуй, это будет история о том, что психологи предупредили об опасности необычного имени для психики ребенка. Как будто бы ничего нового в этом нет, и если вы называете ребенка каким-нибудь, как вам кажется, экзотичным и необычным именем, это может закончиться не очень хорошо. Психолог говорит, что ребенок может стать объектом буллинга у сверстников и взрослых, испытывать трудности в общении, тоже не сюрприз. В итоге может развиться страх контакта с людьми из-за боязни быть непонятым. Вот вы взрастили социофоба с редким именем. А что же редкого у нас фиксировали ЗАГСы? Столичные ЗАГСы назвали самые необычные имена, которые были даны младенцам с начала 24-го года. И там все на самом деле не очень страшно, потому что это всего лишь космос радости Эльбрус. Извините, Эльбрус, вот почему журналисты прицепились, вообще непонятно. Эльбрус это достаточно распространенное имя у народов Северного Кавказа. Как мы вспоминали Спартак в свое время. Традиционное совершенно имя. То, что в Москве живет много выходцев Северного Кавказа, это тоже общеизвестный факт. Поэтому к Эльбрусу прицепились совершенно неподеленно. Давайте заглянем ниже. В Подмосковье мы тоже узнали о том, какие редкие имена давали в Подмосковье только в апреле. Среди девочек это Дорофея, Ассоль, Ефросиния и Влада. Для мальчиков родители выбирали такие редкие имена, как Харитон, Братислав, Панкрат, Клим и Ной. Но это все-таки не необычные, а редкие. Ной это может быть армянская семья. Для армян Ной это довольно распространенное имя. Дорофея это та же Доротея. А Влада-то вообще непонятно. Влад, я не одну в своей жизни встречал. Не десяток, но не одну точно совершенно. Хорошо, что вы скажете про Панкрата? Ну, круто. Он, может быть, правда, грек. Может быть. Кстати, опять же, отмечают службы ЗАГСа, которые фиксируют всю эту историю, что родители стали чаще называть своих детей именами, которые состоят из двух основ. Свет, Слав, там, допустим, либо имеют в своем составе корни Яр, также Мир, Бог, Люб, Мил. Ну, словенизация такая. Словенизация, да. Поэтому в 2023 году в столице родилось 604 Ярослава, 199 Святославов и 303 Богдана. А сколько Мухаммедов? Об этом статистика умалчивает. Орловцы тоже выбирают необычные имена для детей. И в примерах у нас Виорика, Мира и Азари. Ориентируются родители в оригинальности на свою историю жизни, которую создаст ребенок после того, как получит такое необычное имя. Я вот хочу сказать, что вчера буквально почитал, что в 2023 году в Брюсселе самым популярным именем для мальчиков было Мохаммед. Да. А по поводу того, как на жизнь влияют необычные имена, так, ну, наверное, не все знают, что у меня отчество Адольфович. А поскольку мой отец родился в 1937 году, то после 1945 года, пока он взрослел, он огребал регулярно. Я скажу больше того, мне и мое отчество тоже в подростках доставляло проблемы, потому что, ну, когда кто-то узнавал, какое мое отчество, вот, то находилось немало таких очень... Особо умных. Особо умных, которые меня приветствовали нацистским приветствием. Ну, мне приходилось лезть в драку. А с учетом, так сказать, периода, да, в который жил там ваш отец, выросли, разве не могли в то время принудительно заставить там поменять, не знаю, имя, например... Вы знаете, дело в том, что вот Адольфов, я среди, ну, работников рыбной промышленности встречал не одного, но они примерные ровесники моего отца. С чем это было? Я не знаю, почему отца так назвали родители, потому что дед погиб в 1941-м, а бабушка на эту тему не распространялась. Ну, назвали так. Я скажу, больше того, вот, ну, у меня дедушка по отцовской линии Петр Михайлович, а бабушка Мария Константиновна, то есть, так, без вопросов. Ну, одно время главного раввина России звали Адольф Шаевич. А уж чтобы вот так вот... Да, ну что ж, давайте закругляться. Мы успеем рассказать нашим слушателям про одно очень важное мероприятие, которое мы очень рекомендуем посетить в это воскресенье. 23 июня в Мурманске продолжится традиционный проект «Мелодии мурманского лета». И этот концерт будет посвящен Юрию Висбору. Концерт начнется в 15 часов в сквере на улице Ленинградской. Совсем недалеко песни Юрия Висбора исполнит Екатерина Ефремова. Ансамбль авторской песни «Марго». Это значит, что вы сможете лицезреть с гитарой нашего Алексея Марина. И слышать. И слышать, что самое главное. Ну, также будут участники клуба авторской песни «Пять углов» и исполнители из Манчегорска, Полярных Зорь, Апатитов и других городов. Несмотря на неприятную погоду, рекомендуем сходить, когда вы еще под открытым небом послушаете такой прекрасный концерт на чудесные, замечательные песни. Ну, вообще, я думаю, там стоит отметить, да, что вот эту сцену, которую поставили в сквере на Ленинградской, у них там, по-моему, даже написано, что каждый выходной. Да, 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 мелодии, как что, «Мурманс Квалет» или как-то это так называется. И там частенько, я помню, по прошлым годам, там они на любой вкус любых жанров, хоть от бардовской песни, порой там можно что-то очень тяжелое на электрогитаре даже услышать. Интересно. А знаете, что можно сделать, допустим, вот 9 мая 25-го года? То, что делают в Петербурге. Там 9 мая в городских парках устраивают танцевальные вечера под музыку военных лет. Да, замечательная идея, но я сейчас очень быстро расскажу всем про погоду, потому что это очень важно. Мы уходим на выходные. К нам идет циклон, который нам принесет, вы не поверите, дождь на востоке области, возможно, с мокрым снегом. В отдельных районах сильный паровистый ветер, температура воздуха днем плюс 5, плюс 10, это нам сообщают наши мурманские синоптики. На Западе будет чуть теплее, плюс 12, плюс 15. Мокрый снег 21 июня, 22-го, мне кажется, это прям будет интересная история. Но он такой, это будет, думаю, снег, зависающий в воздухе. На землю он все-таки не ляжет. 23 июня циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, а воздух прогреется до плюс 11, плюс 16 местами, но это южнее, до 21. Ну и уже ближе к понедельнику, 24-го числа, и дальше на следующую неделю чуть-чуть будет теплеет, но дожди будут продолжать нас изводить, но, возможно, без снега. Собственно, уже и на том спасибо. Ну пока горизонт планирования вот до понедельника, там точно потеплеет, а дальше, говорят, разброс такой, что, в общем, не загадывайте прям сильно на следующую неделю. Ну что ж, у нас две зимы, одна терпимая зеленая, вторая белая, и там совсем холодно. Закругляемся, мы уходим на выходные. С вами сегодня были Петр Болчев. Всего доброго. Максим Жиравин. Всем пока. Меня зовут Александра Козлова. Я желаю вам хороших новостей и отличного настроения. И сегодня вечером за это самое ваше прекрасное настроение будет отвечать Алексей Марин, который начнет для вас вечерний концерт. Так что оставайтесь с нами. Всем хороших выходных.